Открытие «Ради» стало событием мирового масштаба Мария Складовская-Кюри и ее муж Пьер Кюри получили за это Нобелевскую премию «Ради» стал применяться повсеместно, его добавляли в косметику и продукты питания, и даже когда стало известно, что вещество опасно, недобросовестные компании скрывали это от своих сотрудников Американская корпорация «Асрадиум» занималась производством часов со светящимися стрелками и циферблатом Эффект свечения обеспечивался благодаря радио, входящему в состав краски Радиоактивную краску на стрелки и циферблаты наносили женщины В день каждая сотрудница должна была покрасить не менее 250 комплектов стрелок и циферблатов Работа была кропотливая, при этом девушки не применяли никаких защитных средств, более того они даже облизывали кисточку, чтобы придать ей нужную форму для удобства в работе Многие из них жаловались на проблемы со здоровьем, анемия, переломы костей, некроз челюсти были самыми частыми проблемами Но руководство не принимало эти жалобы во внимание и уверяло, что краска абсолютно безопасна А некоторых девушек обвиняли даже в том, то они больны сифилисом, это было удобно делать уже после смерти сотрудниц Но группа из пятерых девушек все-таки сумели найти адвокатов, которые согласились им помочь Они подали иск и в 1928 году пошли на мировое соглашение с компанией, которая им выплатила хорошие компенсации, обеспечила пенсии и возмещение всех расходов на медицину в течение жизни История получила широкую огласку в СМИ, девушек стали называть радиевыми, а вскоре был принят закон, защищающий право работников опасных производств Сотрудникам начали выдавать комплекты спецзащиты, а также объяснять, что ни облизывать, ни даже вдыхать частицы краски нельзя Использовать краску, содержащую радий, перестали в 1960-х годах А бывшие сотрудницы подобных предприятий, которые не использовали защиту, участвовали в различных медицинских исследований, что помогло ученым продвинуться в изучении лучевой болезни Продолжение следует...